Слова travel, trip и journey очень часто путают, потому что они и правда очень похожи. Все они связаны с путешествиями. Сегодня мы с вами разберем, в чем же все-таки отличие. Надеюсь, что после сегодняшнего выпуска вы больше не будете путать эти слова. Устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Поехали! Давайте начнем со слова journey. Это существительное, которое означает поездку, путешествие, вообще сам факт перемещения из пункта А в пункт Б. Поездка на машине, поезде, на самолете. Есть даже такая фраза Have a safe journey, с помощью которой человеку желают хорошо доехать до пункта назначения, вне зависимости от того, на чем и как долго он едет. Друг приходил к вам в гости, собирается уходить, и вы в дверях ему говорите Have a safe journey. Хорошо тебе доехать. Очень часто, когда человек ехал к вам или летел, его спрашивают Did you have a good journey? То есть, как вы добрались? Вообще, когда речь идет о путешествиях, слова trip и journey могут быть взаимозаменяемыми. Американцы, например, чаще используют слово trip, когда говорят о путешествиях. Ага, вот британцы могут обозначать словом trip короткие поездки, а словом journey те, что подольше, долгие путешествия. He went on a trip around the world. Он съездил в путешествия вокруг света, но также здесь можно сказать He went on a journey around the world. Смысл от этого не меняется грамматически, это тоже верно. Он ездил в кругосветное путешествие. Как видите, здесь можно употребить и то, и другое слово. Но есть случаи, когда эти слова путать нельзя. Например, слово journey используется в переносном смысле, как какой-то жизненный путь. Опыт, который человек получил в течение какого-то времени. Например, Спасибо тебе за то, что ты являешься частью моей трансформации, моего пути. Все мы вовлечены в это путешествие под названием жизнь. Здесь, конечно, слово trip использовать нельзя. Я упаковала тебе еды в поездку. Не завидую твоей поездке в такую плохую погоду. Теперь давайте перейдем к слову trip. Это тоже существительное, оно очень похоже на слово journey, но все-таки разница есть. Trip это путешествие или поездка, например, в отпуск или по работе, где вы отправляетесь в путь, доезжаете до нужного места, что-то там делаете и возвращаетесь назад. Вот весь этот процесс называется trip. Я тут подумала, мы могли бы съездить в Нью-Йорк на шоппинг в эти выходные. То есть имеется в виду съездить, пошопиться и вернуться. Мы не можем себе позволить еще одну поездку за границу в этом году. Мы едем в отпуск в Швецию этим летом. Вот по отношению к отпуску как раз чаще используется trip. Как насчет того, чтобы сходить в зоопарк после обеда? Она сейчас в командировке и не вернется до следующей недели. Вот эти все business trip точно всегда trip, не с journey. Обратите внимание на глаголы, которые нужно использовать со словом trip. Есть выражение со словом trip. Это однодневная поездка, когда вы куда-то едете, но не остаетесь там ночевать. То есть вы провели день и вернулись. Эту фразу говорят человеку, который едет в отпуск, то есть желает ему хорошо отдохнуть. Давайте подытожим. Trip and journey оба обозначают поездку или путешествие. Но trip – это сам факт поездки. Вы куда-то поехали, пошли, полетели, а потом вернулись. А вот journey – это про расстояние, про процесс, который нужно, про расстояние, которое нужно преодолеть. Фигурально выражаясь, расстояние, которое человек преодолевает в своей жизни, путь, который он проходит, меняясь и приобретая какой-то новый опыт. Теперь давайте перейдем к слову travel. Чаще всего слово travel употребляется как глагол. Я вам расскажу, когда это слово может быть существительным, но если вы никогда не будете использовать travel, именно так ничего страшного не случится. Можно даже, чтобы не путаться, просто всегда использовать travel как глагол. Travel – значит путешествовать или ездить, перемещаться из одной точки в другую. Моя сестра сейчас путешествует по Южной Америке. Он достаточно часто ездит по работе, имеется в виду, что это какие-то рабочие поездки, командировки. Я езжу на работу, на поезде. Он проехал тысячу миль, чтобы быть на этой свадьбе. Мы любим путешествовать осенью, когда гораздо меньше туристов. Слово travel может быть существительным, но это существительное неисчисляемое, то есть оно никогда не может употребляться с артиклем a, с неопределенным, но оно может быть во множественном числе. И в этом смысле оно значит поездки. Мы разделяем любовь к литературе, еде и путешествиям. The people I met on my travels, во множественном числе здесь, hold a special place in my heart. Люди, которых я встретила в своих путешествиях, занимают особое место в моем сердце. Чтобы не путаться, я предлагаю вам не использовать слово travel как существительное, и просто использовать его как глагол, или как прилагательное, например, travel insurance, страховка для путешествий, travel agency, турагентство, travel bag, дорожная сумка и так далее. Смело используйте герунди вместо существительного, кстати. Мне никогда особо не нравилось путешествовать. Ну что ж, на сегодня это все. Надеюсь, вам стало понятно, чем эти слова отличаются друг от друга, чем они похожи. Пишите свои примеры в комментариях, и до встречи в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok